Новый храм освящен в Брянской епархии. Церковь святого равноапостольного князя Владимира построена в поселке Октябрьском. Торжественное освящение Дома Божия совершил владыка Александр. В нашем храме очень хорошая атмосфера, так говорят прихожане этой молодой церкви. В большом поселке Октябрьский, расположенном в черте города Брянска, раньше никогда не было Дома Божия. Но в 2013, в год 1025-летия Крещения Руси, митрополит Александр совершил здесь чин освящения закладного камня, был установлен памятный крест. А в 2015 году строительство деревянного храмового комплекса во имя равноапостольного князя Владимира завершилось. Теперь же владыка прибыл освятить Владимирский храм. Посетил нас своей благодатью владыка. И это очень значимо, что люди приходят в храм, люди обращаются к Богу. И хотя бы в этом месте могут отлечься от нашей мирской суеты повседневной и посвятить вот эти минуты или часы молитве. В целом комплекс в Октябрьском состоит из летнего храма во имя святой равноапостольной княгини Ольги, храм равноапостольного князя Владимира и церковно-приходского здания. Церкви были воздвигнуты на пустыре в короткие сроки, стараниями настоятеля отца Василия с помощью благодетелей и неравнодушных прихожан. Храмы мы строим для того, чтобы они не пустовали, а чтобы в них собирался народ Божий для молитвы. Потому что и событие преображения, оно показывает нам, что Господь взошел на гору-погор для того, чтобы помолиться Отцу Своему Небесному. Освященный храм равноапостольного князя Владимира единственный с таким посвящением в Брянской епархии. Высокая, компактная, уютная церковь увенчана двумя куполами, изготовленными в Волгодонске. Там же приобретен красивый иконостас из литого камня. Колокола, все они именные, изготовлены в Воронеже. Убранство оформлено в генном стиле, и здесь создана особая атмосфера для молитвы. В храм всегда важно приходить, для того, чтобы получить от Бога особую благодать, которую нельзя никакими словами выразить, ее нельзя до тех пор, пока ты в храме не побудешь. Потому что без Бога жизни нет. В настоящее время продолжается благоустройство храмовой территории. Разбиты красивые клумбы, высажены молодые деревья, к храмам ведут вымощенные тротуарные плиткой дорожки. Для малышей устроена детская площадка, а посередине комплекса возвышаются деревянные церкви. Как столпы христианской веры.